Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы только что прослушали отрывок из Евангелия от Матфея, где повествуется об искушениях Спасителя от дьявола на горе, вблизи города Ерихона, в завершении его сорокадневного поста. Этим постом Спаситель приуготовлял себя к общественному служению. Пост был очень суровый. Он сорок дней не вкушал пищи. И по своей человеческой природе, которая жила, как и ныне живет, по определенным законам, он почувствовал сильнейший приступ голода. Евангелист пишет об этом. Он взолкал. И явился ему некто, о котором Евангелие говорит, что сам сатана. И предложил ему сделать из камней хлеб, если ты сын Божий, если ты претендуешь на то, чтобы идти после вот этого пребывания в пустыне к народу и возвещать им от своего имени некие истины, сотвори чудо, сделай из камней хлеб. И Господь отвергает это искушение пищей и чудом. И говорит слова, ставшие нарицательными. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий. Второе искушение похоже на первое. Дьявол восхищает Спасителя и ставит его на крышу Иерусалимского храма и говорит, сбросься вниз, яви снова свое могущество. Господь отвергает и это искушение. И, наконец, последнее, показывая Спасителю все царства мира, Он говорит, поклонись мне, и я дам тебе власть над всеми над ними. И Господь отрекается от этой власти и говорит, что только одному Богу следует поклоняться. Это великие слова Евангелия. Потому что искушение пищей, материальными факторами, чудом и властью, они присутствуют не только в жизни великих людей, они присутствуют в жизни каждого человека. В каком-то смысле это искушение является главным искушением, с которым человек сталкивается, живя в этом мире. И, может быть, особенно в этих трех искушениях выпукленно представлена идея чуда. Чудо как доказательство истины. Чудо как способ убеждения. Чудо как способ формирования мысли человека, его убеждений и его мировоззрения. И Господь отказывается от этого средства. Он не желает из камней делать хлеб. Он не желает своей божественной силой, бросившись в пропасть, сохранить свою жизнь. Он не желает чудесным образом от некой силы дьявольской получить власть над миром. Он отказывается от силы чуда. Каждый, наверное, кто читал Евангелие, скажет, подождите, но ведь больше всего в Евангелии говорится о чудесах Божьих, о чудесах, которые Спаситель являл людям. Он исцелял, кормил, Он воскрешал из мертвых. Это ли не чудо? Господь совершал эти чудеса, но Он не совершал их для того, чтобы поразить людей и детерминировать их свободный выбор. Он не совершал эти чудеса для того, чтобы превращать людей в рабов. Он не осуществлял эти чудеса, чтобы, поражая воображение, действительно лишить человека любой возможности идти иным путем, если он захочет пойти этим путем. Господь совершал чудеса только движимой любовью к людям. Это не были фокусы, поражающие сознание. Это были добрые дела. И вот что удивительно, эти чудеса на какое-то мгновение, конечно, поражая тех, кто был свидетелем их, не производили того впечатления, которое они могли бы или должны были произвести на людей. И вплоть до самого ареста и допроса у первосвященника все время обращаются к Спасителю эти требования «Еви чудо! Докажи, что ты Сын Божий!» И даже тогда, когда он стоит на этом допросе, лишенный всякой человеческой силой требования чуда, и даже тогда, когда он на кресте, «Сойди со креста!» и тогда уверуем, как будто мало было воскрешения четверодневного Лазаря, как будто мало было исцеления прокаженных, слепых, глухих, бесноватых, все забыто, никакого впечатления те чудеса на людей не произвели, им нужно было новое чудо и доказательство, которое, конечно, ничего бы не доказало вновь. Мы сегодня празднуем память замечательной святой мученицы Татьяны. Наверное, может быть, и она просила Господа о чуде, когда ее, молодую девушку, девочку, схватили и жестоко терзали, ведь ей больно было, смертельно больно, то были нешуточные истязания, то взрослые люди издевались над ребенком, терзая его плоть и вырывая согласие на то, чтобы предать свою веру. Ей было физически больно, как голодно было спасителю, как было ему больно, когда его били или пригваждали ко кресту. И, наверное, кто-то из наблюдавших говорил, «Но где же справедливость?» Не такого Бога я точно не верю. Как он допускает, чтобы во имя его терзали этого ребенка? Почему он не пошлет сейчас легион ангелов, чтобы разметать этих легионеров? Или тех, кто руками своими прикасался к святому телу младенца и рвал его буквально на части? Не было послано легионов ангелов, как и там, в Гефсиманском саду, как и там, на допросе у первосвященника и у Пилата, как там, на страшной Голгофе. Ничего не изменилось с тех пор. И до сих пор для того, чтобы поверить в Бога, люди требуют чуда. Свершаются чудеса каждый день. Не верим, не те чудеса. Сомневаемся, совершаются они или не совершаются. Сотни тысяч людей стоят в очереди, чтобы прикоснуться к святыне, потому что реально получают помощь и потом свидетельствуют об этой помощи. Не верим, не то чудо-то. Если бы даже сегодня, как сказал Господь ученикам своим, если даже мертвый воскреснет, не поверят. Потому чудо, которое, несомненно, является действием, не столько отменяющим физические законы, сколько по воле Божией приостанавливающие эти законы и таким образом влияющим на течение естественных жизненных процессов, будь то приостановление болезни или даже возвращение к жизни умершего. Все это в руках Божиих не является силой, которую Бог использует для обращения к вере людей. Он дает нам чудо по своей любви к нам. Он отвечает чудом на нашу молитву. А разве не чудо, что мы сейчас все собраны здесь в 21 веке, в нескольких метрах от Кремля, на площадке Российского университета. Люди, объединенные одной верой, которую пронесли наши предки, которые запечатлели кровью своей наши мученики. Разве это не Божье чудо? Какое еще чудо нужно? И ведь веру храним мы не потому, что кто-то вообразил, поразил наше воображение. Мы веру храним не потому, что мы обладаем некой особой сверхъестественной силой. Мы обычные люди, мы веру храним именно потому, что наш внутренний опыт свидетельствует о действенности, о реальности веры. Мы сталкиваемся в жизни с присутствием Божиим в своей собственной жизни, в большом и малом, в ответе на нашу молитву, в радостном биении сердца посреди разочарования и пессимизма. Мы верим в Бога и становимся сильнее и чувствуем эту силу, которая подобно мощному ветру надувает наш жизненный парус и двигает вперед. Видимо, до скончания человеческой истории будут оставаться эти нерешенные проблемы, вопросы, в том числе и связанные с религиозной жизнью человека, до скончания века будут те, кто будет верить и кто будет не верить, требуя чуда. Но то, что запечатлено в Евангелии, является великим аргументом, подлинным подлинным основанием к тому, чтобы открыть свое сердце навстречу Богу. Тому Богу, который не нарушает физических законов, чтобы поразить человеческое воображение, так тому Богу, который не вторгается в жизнь человека для того, чтобы немедленно вершить свой суд, наказывая грешников и поощряя праведников. Тому Богу, который не ограждает человека, верующего от искушений, скорбей и испытаний, потому что Он Сам прошел через эти скорби, искушения, испытания. Но тому Богу, который в ответ на нашу веру и молитву дает великую духовную силу, наполняет жизнь смыслом, открывает перспективу вечности, а значит через эту перспективу актуализирует в человеческой жизни самые высокие и великие идеалы, которые собственно говоря и отличают человека от всего другого, что есть во Вселенной. Пусть память о святой мученице Татьяне, которая без всякого чуда сохранила веру во Христа, поможет и нам сомневающимся в тот момент, когда мы захотим попросить или потребовать у Бога чуда, или что чаще бывает потребовать от Бога распорядиться историей или жизненными обстоятельствами так, как нам кажется нужно было бы распорядиться, а в противном случае не верю, вот пусть в этот самый момент нас посетит воспоминание и о испытаниях в пустыне Спасителя, и о замечательном жизненном подвиге святой мученицы Татьяны, ставшей как бы по случаю, но несомненно по воле Божией покровительницей российского студенчества. Аминь. С праздником поздравляю вас. Аминь. Спасибо.